Всем привет дорогие друзья, с вами снова Гедеон и мы продолжаем проходить Outlast 2. Итак дорогие друзья, мы остановились на том, что нашли отца той девочки, которую собственно нашли на обочине улицу беременную. Что-то не так было с ее плодом, она была мертвой и непонятно, то ли она сама себя задушила, то ли еще по каким-то причинам наступила смерть. В общем вот отец той девочки, он отрекся от этого вот культа, ну из-за того, что они там делают с детьми и помог сбежать ей. Но у нее конечно же не получилось, как мы уже знаем и наш главный герой не стал об этом рассказывать отцу. Сейчас отец вроде как хочет мне помочь и говорит, что нужно спуститься в подвал, где я могу передохнуть. Но вот вопрос, можно ли ему верить? Можно ли здесь вообще кому-либо, блин, верить? Ничего не остается, спускаемся в подвал. В крайней мере он первый, кто не хочет меня здесь убить. Кто? Это на тебе позаботится. Не понял. О ком это речь? Бинтов у меня максимум. Наверное это он говорит о себе в третьем лице. Ну ладно, передохнем. Боюсь, что либо он меня предаст, либо сейчас за ним придут и убьют его. Да. В этой игре ничего хорошего не случится, уж поверьте мне. Пожалуйста, Блэйк. Где ты? Мне страшно. Он идет. Пожалуйста, Блэйк, он здесь! Пожалуйста, отстаньте! Я ничего не скрываю. Праведность приходит не с генами родителей, а с поступками. Я знаю проповедь папы, я писал ее лично сотни раз. Если бы я знал, кто это чужак, пророку не нужна твоя помощь в поиске шлюхи дьявола. Но теперь опрашивай других еретиков церкви. Господь направит его. Господи. Это та тетка. Ты согрешил, когда не отдал пророку свою дочь. Ты согрешил, когда не отдал. Пожалуйста, дай мне поговорить с водом. Ты знаешь, где найти чужака. Его семя породило врага. Бог и пророк оба хотят его крови. Дай мне поговорить с нотами, я могу объяснить. Бог не слушает мертвецов. Держи себя в руках. Сейчас она сказала, не дергайся, ну ладно. Успокойся. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Подстилка дьявола. Надеюсь, ты встретишь свою дочь. Оправдалось второе. Ты не выдал ей меня. Даже если она... Спасибо. Спасибо. На самом деле, хорошо, что я не рассказал ему, что его дочь мертва. По крайней мере, он умер с какой-то надеждой. Ох. Господи, это только начало. Все это только начало. Почему я обязательно должен был спать до следующей ночи? Почему я не поспал до утра? Почему, 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 почему? Почему нельзя днем здесь ходить? За что? За что мне это все? О, господи. О, господи. Причал. Собственно, а куда мне? Идти дальше? Видимо. Господи. Смерти из Зайона и все смерти к Богу приходят. Есть крылья. Есть боли. Есть причитание боли и крови. Все это радостно для нас, потому что мы скорбим рождающейся женщине. Рожающей женщине из-за этого разверзаются луна, рождается дитя ада. Оно же есть и наша возможность спасения. Бог велик. Энот, его пророк. Энот, искупит нас от силы могилы. Энот выкупит нас из глубин. Ведь избавление не спрячется даже от разрезанного глаза. Возможно, это та бабка-повитуха. Возможно. У меня есть лишь только предположение. Дети, я знаю, вы слышите звон бьющегося стекла. Они же страждут, потому что не дети господни, а не еретики среди нас, прислужники врага. Запирайте двери, закрывайте окна, держите любимых поближе к себе. Любимых? Кого? Вы, по-моему, только убиваете всех. Вражеская пасха началась. О, господи, за что? Кукурузное поле! Кукурузное поле! О, факинь крейс! Черт подери! Еретики! Понятно. Значит, тут есть и... Ну да, ну, как я уже говорил, значит, эти поймали сатанистов, нафигачили им рога и сожгли. Там кто-то ходит, ребят. Тут никого. Хорошо, что хоть проверять можно. Тут прям совсем пипец какой-то. Глава пятая. Я смотрел, и вихрь вырвался из ночи. Огонь замкнулся в себе, горя со всех сторон по направлению к центру и высек света стен моей комнаты так, что я повис в пустоте, которая светила, как масло на черном зеркале. Я смотрел, вопреки боли, и узрел, как из внутреннего огня вышло подобие создания. Образ, похожий на человека, как круг похож на сферу. Как поперечное сечение сферы образует круг, так и поперечное сечение этого творения образует человека. И это было их появление. Они выглядели, как Иисус Христос, организирующий на кресте, а грудь и половые органы были, как у человека. И лица их были бесчисленные, соединены друг с другом, с тысячей глаз, и сплошным ртом, с крыльями, и челюстями, неотделимыми даже по виду. А предназначением глаз и челюстей было более совершенное поглощение. Это были лица, а уже в следующий момент они были костьми четырех лошадей апокалипсиса и костьми всадников тоже. А в следующий момент их лица были половыми органами ангелов, а после этого костром с голосами, поющими так красиво, что мозг разрывается, а затем отражением в разбитом стекле. Ибо их лица были всем этим одновременно, а их крылья соединились друг с другом, и когда они взмахнули сплетенными крыльями, чтобы остановить время, я не смог вдохнуть в воздух. Похоже, у нашего толстячка случился очень-очень мощный приход. Куда ж мне столько бинтов дают? Прям-прям дьявольский приход. И он организовал свой приход. Хе-хе. Тавтология. Чтобы мне больше батареек давали. А то мне что-то совсем не весело. Помните, что с помощью микрофона можно слушать через стены и записывать звуки. где-то там, да? Что? Те, кто восстали против Господа, должны умереть. Их младенцы разбиться в дребезги. Их женщины и дети должны быть вспороты. Должны быть вспороты. Ребят, там кто-то идет. Валим отсюда. Ну, естественно, сраное кукурузное поле. Мы должны восстать, чтобы бороться с ними. В чужаках среди нас нет невинности. Встретите их ножом, палкой, кулаком и всем, чем можете. Бог восторжествует от пролитой проклятой крови. Господи, куда мне идти? Я нихрена не вижу. Так. Только не на свет. Сраные кактусы! А, черт! У них еще и повредиться окажется можно. Да, блин, иди уже. Тихо, тихо, тихо. Черт подери. Только бы уйти живым. Неверуй до смерти. Господь, дать тебе жизнь, вали! Есть. Да, этот кусочек у нас был в демочке, это мы помним. О, чё? Тихо. Вы попросите ребенка пощадить мою семью. Даже дьявол должен любить своего отца. Пожалуйста, пожалуйста. Это кто там? Подождите. Кажется, этот чувак-то мне не хочет вреда. Он ссыкует. Господи, ты меня напугал. Только за мной не ходи, мать твоя. Все нормально будет. Боже мой, лошадку-то за что, больные ублюдки? Здесь не залезть, да? Черт подери. Может, есть способ пробраться через сарай? Конечно, есть способ. Пробраться через сарай. Тихо. Приди в безопасную бережу, спрячься в крови, из-за киля. Ты мать твою, он же сидит прямо здесь, да? Да, ребят, он сидит прямо здесь. И ведь я не могу его ничем отвлечь, ни камень кинуть, ничего. Так, ты меня не видишь, да? Я очень на это надеюсь. Так, может быть, вот сюда? Нет, замок. Тихо. Тихо. Все, отсюда он меня уже не увидит. Так, вот. Давай. Я не могу задвинуть? Плохо. Черт, черт, черт! О, господи! Как ты живешь, звонкий колокольчик, потому что я еще не перерезал твое горло. Я знаю, что ты спрашиваешь, когда ты спрашиваешь, что ты спрашиваешь, что ты спрашиваешь. О, господи! Беги! Беги, беги, беги! О, боже! Мать его, да как же я должен был, мне же нужно, представляете, пододвинуть тележку, залезть на нее, а потом залезть наверх. Черт, возьми! Так. Как мне тихо пододвинуть тележку, а потом залезть, блин, наверх? Ну, че, ладно, 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 ладно. Ну, че. Быстрее, 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 быстрее. И правительство ангела Бога. Я надеюсь, что мы дали годы для тебя. Наши сестры, выстрелы на землю! Лезь! Хо! Черт! Все. Все. Все, все, все. Все хорошо. Что там? Кто это? Труп какой-то. О, боже! Седьмое января. Еще троих сегодня отправили жить среди пораженных. Экраны слишком явные, чтобы их скрывать. У них было семеро детей, и всех их папа Нот отправил мне на воспитание. Теперь под моим крылом более сорока сирот, которые беззаветно меня любят. Как могут только дети, брошенные своими родителями. Уязвимые и зависимые, как восходящее солнце. И я люблю их всех. Эх, у меня у самого никогда не будет детей, и у меня есть только нерастраченной любви. Когда Господь оставит их, я буду здесь, чтобы утешить и направить. Что значат эти сны? Господи, Иисусе. О, боже! Колючей проволокой. Господи, слава богу, он уже умер. Как всегда, в кучу трупов. Слишком хорошо это помню. О, боже. Может, батарейки где или еще чего? Нет. Ни хрена! Ты к тебе не батарейки. Обойдешься. Душа Иисуса, подготовь меня. Отец Нот, направь меня к искуплению. Кровь Христа, дай мне испить вина твоего. Дай зрение моему вырванному глазу. Ангел Божий, одолжи мне свой меч. Добрый Иисус, услышь мою мольбу. Исцели меня в своих ранах. Держи меня ближе к себе. Защити меня от грешного мира. И подготовь меня к часу сатаны. В братстве храма врат, чтобы я мог защитить создание твое, пока ты не дал мне остальное. Я не хочу с тобой встречаться. Я даже не знаю, как я хуже вижу. С этим видением или без него. Что за чертов Биошок? Вороны сдохли. Все вороны сдохли. Ни хрена себе. Мне туда, да? О, кажется, мне туда. Да давайте я загляну, посмотрю, что у нас здесь. Или мне сюда? Должен быть другой путь. Чувствую, что здесь должна быть батарейка. Ну, ее там нет. Видимо, они как-то рандомно располагаются из-за наличия батареек у меня в данный момент. И поскольку у меня осталось, столько они мне будут отсыпать. В зависимости от сложности. О, блин. Так, спокойно. Спокойно. Подозрительно тихо, я вам скажу. Слишком тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Подождите, я... Ага О Ну че, юные спелеологи, вперед Так А как мне Переключиться на Посмотреть, сколько у меня там бинтов Ну ладно, черт с ним Тихо, тихо, тихо Ох, нихрена себе Церковь Нет, нет, что-то похожее на Храм еретиков Так, я уже какой-то эго не вспоминаю сейчас А, вот Раз, два, три, четыре, пять, шесть батареек Отлично Так Не хочу дальше идти Я вообще не хочу никуда идти Господи Надо Надо Боже, это реально Вот как в агонии Нет, нет О, черт Она мне уже видится Опять это Джессика По какой причине Объясните Вообще Какого черта она имеет Вот Ко всему происходящему И Любых еретиков Которых Господь пошлет Вам Вяжите И ведите В церковь Мы Выкопаем Шлюху Чужака Которая Принесла Тьму На эту Святую Землю Нам Посланы Страдания И мы Должны Должны Быть готовы К справедливой Жестокости Во имя Господа Нашего Молитесь И будьте Стойкими Бог Любит Вас Должна быть Это церковь То ли Там ветер То ли еще что-то Я просто не хочу Идти дальше Серьезно Ребят Мне слишком Стремно Чтобы идти дальше Это просто Пипец какой-то Там впереди Целый город Там Блин Впереди Целый город Понимаете И я не хочу Туда идти Город Бальных Ублюдков Которого Даже Нет На карте Кто знает Что тут Вообще Творилось Давайте Встретимся Уже В следующей Части Потому что Надо Передохнуть Это у меня Все Подписывайтесь Ставьте лайки Все ссылки Под видео С вами был Гедон Всем спасибо И до Следующей Миссии Субтитры Субтитры